Сегодня в рубрике «Наши наследия» мы расскажем о жизненном пути абазинского просветителя Умара Микерова. Его корни в ауле Бибердовском нынешнем Эльбургане. Там же ему установлен памятник. На малой родине Умара Микерова побывала шерифат Лепшокова. Имя Умара Микерова неразрывно связано с образованием. Может быть, поэтому так символично, что памятник ему установлен на территории современной школы. Ведь почти 150 лет назад Умар Микеров на собственные средства основал школу, в которой обучал десятки ребят. И это та малая толика всего того, что он сделал для развития абазинской культуры и образования. Со всем молодым человеком Умар Микеров отправился в Стамбул, где получает духовное образование. Представитель богатого рода, отец его был кадием. Будущий просветитель не строит карьеры. Он возвращается в родной ау Бибердовский. Возводит на свои средства мечети Медресе, предтечу его будущей школы. По свидетельству современников, Умар Микеров был человеком высокой порядочности, ума и доброты. Видя, как простые люди обескровлены недавней войной, раздавлены бедностью и бесправием, он делал все, чтобы изменить их жизнь к лучшему, понимая необходимость просвещения. На арабской основе Умар Микеров создает абазинский черкесский алфавит. Делает главное дело своей жизни – строит школу. Князь с семьей жил в простой сакле, в то время как его учебное заведение было одним из больших в округе. Умар Микеров нанимает педагогов и сам вместе с ними обучает детей. Он был человеком состоятельным. Земли, на котором сейчас располагается Аул-эль-Бурган, вот эти леса неплохие, они все принадлежали ему. Но он был величайшим меценатом для своего народа. Он построил на собственные деньги двухэтажную школу, где обучал вот эти 60 пансионеров. Вот типа пансионат был, там дети не уезжали, все время там находились. Мухаммед Туков – основатель этнографического музея в Аль-Бургане, как никто знает о знаменитом земляке. В своей книге он рассказывает о тех семенах, которые посеял за свою недолгую жизнь Умар Микеров. В первую очередь это ученики, среди которых гордость абазинского народа Тутулстан Табулов, продолживший дело своего учителя. Он был в числе тех 60 ребят, которые учились в школе Умара Микерова. Спустя почти 70 лет туда ходил Мухаммед Туков. В детстве он слушал рассказы стариков, участников Кавказской войны, помнивших и благие дела Умара Микерова. В должности народного акадия он занимался общественными делами. В отличие от многих духовных лиц выступал против мухаджирства. Уговаривал людей не покидать родные места. Благодаря Умару Микерову практически Эль-Бурган стал центром культуры всей Черкесии. Говорят часто, почему Черкесии тогда, когда он был абазинский. Все дело в том, что тогда был Черкесский национальный округ, так назывался. Кроме этого, кроме учебы, он еще построил такой для того времени очень хороший мост через реку Малый Зеренчук. А потом ряд мостов от Эль-Бургана до Кашхабля, небольших каменных вот этих дорог он проложил. В совершенстве, знавший пять языков, Умар Микеров ставил для себя главную задачу – просвещение народа. Человек военный, а он был прапорщиком и участвовал в русско-турецкой кампании, Умар Микеров ценил в первую очередь знания. Большую часть своего дохода тратил на помощь бедным. Благодарные современники помнили о его бескорыстии. Умар Микеров ушел из жизни всего 44 года. Когда его дети выросли, по решению Совета старейшин, их отправили в Петербург на учебу за счет жителей аула. Люди решили, что дети Умара Микерова должны получить лучшее образование. Память об Абазинском просветителе и сегодня бережно хранится. В Эль-Бургане, его родном ауле, находится семейный склеп, где похоронены Умар и его семья. Жизнь просветителя – пример служения людям и доказательство того, что знание и бескорыстие – путь к праведной жизни. Шрифат Левшокова, Мухаммед Ашубоков, Вести Карачаева, Черкесия, Эль-Бурган.